Товарищ генерал, у меня очень плохие новости. Самолет премьера Романова был сбит при возвращении в Москву. Самолет разбился в Марокко. Мы полагаем, что премьер жив и скрывается где-то в городе. Всем привет, товарищи командующие! С вами Алексей Грозилайф и мы продолжаем проходить Аэротайлер 2. Реванш Юрия. Принята передача. Силы Юрия захватили единственный аэропорт в этом районе. Сейчас они ведут поиски нашего премьера. Вы должны найти его до того, как это сделает враг. Мы полагаем, что премьер Романов скрывается в восточной части города. Вы должны доставить его в целости и сохранности через реку в аэропорт. Силы Юрия заняли здание к северу. Наши новые разрушители должны помочь нам снести эти здания. Принята передача. Здорово, Юрася. Это сообщение для моего старого друга Романова. Сдайтесь, товарищ премьер, и я обещаю вам безопасность среди моих войск. Оставайтесь в укрытии, и вы наверняка умрете. Товарищ генерал, предатель советских людей. Их судьба и судьба всего мира связаны со мной. Ну что, поехали, ребята. В общем, нам нужно найти Романова, защитить его и спасти. На самом деле миссия такая достаточно долгая и нудная, так что придется немножко постараться. Командующий, этот юнит самое грозное, что есть у Юрия. Это Брут. Он может сокрушить танк одной левой. Строительство завершено. Новые опции строительства. Давайте запилим еще один бункер. Здесь сперва завод по Харвестерам. Ну и, соответственно, нам нужно побыстрее развить экономику. Строительство завершено. Вначале нам дали очень мало денег. Я не знаю, вообще хватит, не хватит. Давайте пока не будем его строить. Нужно поближе к Харвестерам для того, чтобы их защищать. У нашего противника есть две базы, которые нужно уничтожить. Строительство завершено. А, так, вот сюда примерно. Новые опции строительства. Запилим казармы. Это можно сюда поставить. Ага. Местность не очень неровная, поэтому зачастую тяжело построить то или иное здание. А вторичный завод сразу запилим. Хорошо то, что здесь есть богатый минерал, потому что из-за того, что у нас очень мало ресурсов изначально было, может, хоть как-то это компенсирует наше экономическое отставание. Мы должны найти его раньше Юрия. Восточной части города. Хорошо. Ну, для начала нужно в любом случае экономику сделать. А уже потом делать какую-то ударную группу, которая сможет разыскать его. Как я уже говорил, здесь есть две базы. Получается, вот эта база основная, она находится здесь. И есть еще, получается, с запада одна база, которая, в принципе, не очень хорошо защищена, так что мы сможем ее в первую очередь выбить. Единственное, что плохо, у Юрия очень много этих мутилок. Будет, мне кажется, проблематично наламываться. Ну, что-нибудь придумаем. Харвестеров вообще можно много заказать. У него там и центры клонирования, и технику он строит. Атаки будут постоянные. Запилим электростанцию. Радар. Можно, кстати, пару собачек поставить, для того, чтобы карту открывать. В принципе, такую неплохую мы уже оборону сколотили. Осталось еще, не знаю, там, вышки добавить, допустим, защитные. Уже кто-то атакует, пехота. Сможет, наверное, понизу спокойно проходить. Своими пехотинцами. Вот чертяга, что творит. О чем я говорил? Добывающий комбайн под атакой. Отлично. Харвестер просто на изи справляется с пехотой. Но я бы не сказал, конечно, что на изи, если там пехоты будет много, то они могут даже, наверное, Харвестера задолбить. Или может вообще сейчас не тратить деньги, подождать, когда у нас будет побольше Харвестеров. Тогда уже строить основные здания. Строительство завершено. Новые опции строительства. Это разрушитель. Машина, начиненная взрывчаткой. Приведите эту машину на вражескую базу, и когда они уничтожат ее, она взорвется, нанеся этой базе огромный урон. Добывающий комбайн под атакой. Да он вообще обалдел. Он получается со всех сторон, вред. Давайте их здесь оставим, пусть они пехоту отбивают пока что. Хотя нет, я думаю, что одной собачки хватит, другой мы можем бегать открывать карту. У нас есть уже два Харвестера, но дело в том, что богатые минералы уже закончились. Йента плохо. На собачку никак не реагируют. Это хорошо. Сейчас здесь пробежимся, посмотрим, что здесь есть. То есть потихонечку так и будем открывать карту. Может показаться, что вроде как карта маленькая, ничего сложного, но на самом деле он постоянно атакует, атакует. Это немножко напрягает. Где-то здесь у него уже должна быть база. Ага, вышка. Опа-опа. Эх, бедная собака. Не уберег я ее, не уберег. Надо обязательно захватить нефтяную вышку. Собака куда-то вперед сильно убежала. Напомню, мы сразу получим тысячу голды за ее захват, плюс еще потихонечку будет денежка накапывать. Готова вышка. Ну куда ее, сюда можно запилить? Чтобы он здесь пехоты не проходил? Самолет-разведчик готов. Ну-ка, давай покажите, что здесь есть. Я не особо люблю самолет-разведчик, как я уже говорил неоднократно, потому что его можно легко сбить. Ну может быть что-нибудь покажет, посмотрим. Он так получается. Собирается, собирается небольшой такой армии и потом выдвигается на мою базу. Давайте, ребят, научное здание поставим. А ты куда это пошел? Юрася. Ждет. Прервано. Он, наверное, хочет инженера перехватить, но он не успеет. Ха-ха. Не успеешь, не успеешь. Отлично. Мне самое главное здесь вышку поскорее поставить, потому что, может, он какими-то пехотинцами будет на нее наламываться. Лучше ее обезопасить. Еще электростанцию. Отводим. Ах ты чертяга, все-таки перехватил. Юнит потерян. Да хорош, 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 Юрасик. Строительство завершено. Ни хрена себе, Юрасик надамажил. Надо еще здесь защитную вышку поставить. Троит. Еще одна толпа Юрасиков. Но они сейчас на бункер нарвутся, как раз на него идут. Юнит готов. Мне бы сюда еще Бориса, было бы здорово. Борисом можно, в принципе, в одного тут ходить, все уничтожать. Такая вот небольшая база. Сейчас мы, ребята, эту вышку достроим, и тогда уже можно будет строить научное здание. Ага. А тут уже техника, ни хера себе. Научное здание, соответственно, атомную электростанцию, и так далее, и там подобное. Давай, лети сюда, показывай. Вот чертяга, а, Харвестер мне забомбил. Вот не зря я заказал много Харвестеров, потому что я так и чувствовал, что он будет их потихонечку долбить. Добывающий комбайн под атакой. Одно дело, когда пехоты их атакуют, Харвестеры, другое дело, когда на них танки прут. Танки их очень быстро разбирают. Нихрена себе, еще обходит, главное. Пытается добраться до моих танков. До стол. Черт, а? Ну давайте сюда поставим. Все, переходим в научное здание. Мне нужно как можно скорее поставить... О, не достаешь даже, ничего себе. Мне нужно как можно скорее поставить атомную электростанцию. Чем быстрее мы ее поставим, тем будет лучше. Давай, давай, давай. Нихрена у него урон так шикарный. То есть он получается, когда расхероборивается, у него урон просто колоссальный. Допустим, починим. Так, куда можно построить? Допустим, здесь. Сразу запилим электростанцию атомную. Фишка в том, что эти электростанции мелкие мы можем уже продать. Сейчас у нас построится атомная. У нас вполне хватит энергии на всю нашу базу. Но сейчас какое-то время, конечно, вышки наши работать не будут. Я не знаю, противник знает об этом, что у меня нет энергии или нет. Лучше бы, конечно, не знал. Самолет-разведчик готов. Погоди ты со своим самолетом. Мне тут энергии надо восстановить. Пока вроде атак на мою базу не предвещается. Хотя вот пару пехотинцев только. Строительство завершено. Добудет свет. Новые опции строительства. И теперь это здание. Строит. Нам этой электростанции вполне, в принципе, себя хватит. Давайте еще сюда одну вышку поставим. Строит. Здесь уже, наверное, можно заказать апокалипсисы. Установлена новая точка сбора. Строит. Побольше. А, нет, стоп. Какой апокалипсис? Сперва надо здание построить, которое снижает стоимость, а потом уже заказывать их. Выберите цель. Ну-ка, давай, показывай. А где-то в восточной части, получается, роман обкачется. Строительство завершено. Нужно будет еще его найти. На нашу базу совершено нападение. Отводим. Добывающий комбайн под атакой. Да хорош мой хорвестер долбить постоянно. Строительство завершено. Добывающий комбайн под атакой. Он сейчас его убьет. Юнит потери. Убил таки, а, чертяга? Ха-ха. Ему немножко, главное, оставалось. Ну да ладно. Неспростая строила очень много хорвестеров. Получается, с этой стороны три штуки, здесь еще два. Успел уже как-то продемажить. Видать, чем-то приезжал здесь. Ремонтируется. Но ничего страшного, в любом случае, эта штучка уже окупилась. Запилим ее сюда. Установлена новая точка сбора. Так, я хотел апокалипсисы. Трое. Можно, в принципе, и грузовички подрывные, но я больше всего переживаю то, что Юрий будет их перемучивать, и потом на меня же их и посылать. Поэтому в этом плане, конечно, апокалипсис более надежная вещь. Значит, здесь есть мост, откуда он постоянно идет и идет. Нужно уничтожить эту казарму, а лучше даже было бы ее захватить и занять полностью вот это место своей пехоты, я имею в виду. Ну, сейчас, в любом случае, надо вынести сперва вот эту базу, которая находится с запада. Закажем еще одну. Как только мы ее вынесем, в принципе, можно уже выступать и на центральную базу. Самолет-разведчик, говоришь? Ну-ка, показывай, что здесь. Сейчас мы, ребят, побегаем, карту пооткрываем немножко. Угу. Можно пехотой захватить это все. Да, кстати, было бы, наверное, здорово, если я пехоту сюда посажу. Хотя бы часть войск до нашей базы доходить не будет уже. Ну, давайте попробуем. Сейчас мы, короче, потихонечку, получается, город так вот будем занимать своими войсками, пока танки строятся. Куда они все бегут? Эти на базу, эти, похоже, туда-сюда курсируют просто. Юнит готов. Ну что, аккуратно выступаем. Самое главное, Юрасика по дороге не встретить. Он здесь тоже постоянно где-то ходит. Как только займем частичное здание, хотя бы часть войск до нашей базы доходить не будет. Это классно. Давай, собака-кусака, рви их. Рви им жопку. Здесь обычная пехота. Сверху идет брут. Собака, кстати, не может с ним совладать, поэтому надо быть аккуратным. А он, по-моему, может собаку задолбить. Да, проходи, проходи, ладно. О, отлично. Мы еще это здание задолбили. Здорово. Хорош. Немножко контролируем этот участок. Здесь, значит, тоже какая-то херня. О, богатые минералы. Здорово. Давайте построим еще побольше пехоты. А, танки строятся, я так понял, да? Да, отлично. Сейчас мы будем восточную часть города занимать, в которой, кстати, Романов, как нам сказали. С этой базы, я так понимаю, вообще почти агрессии никакой. Очень редко он приходит, а вот как раз с центральной базы постоянные атаки. Но это, типа, его основная, я так понял, база. Самое главное на Юрасиков не нарваться, хотя каждый Юрасик, по-моему, вот этот клон, может захватить только одного юнита. А у нас такая толпа пехоты. Аккуратно проходим понизу. Откуда у него столько ресурсов? Атакуют и атакуют постоянно. Может, еще сюда пехоту посадить? Ха-ха. Чтоб вообще не было шансов пройти на мою базу. Но мне самое главное захватить вот эти здания, чтобы он с моста как раз идет, и мы его спокойно могли разбирать. Но там войска Юрия. То есть это надо еще сперва выбить, а потом уже только захватить. Он, по-моему, хитро сделал. Он, по-моему, все здания, которые я захватил, он их обходит. Он понимает, что ему там плохо будет. Отлично. Захватываем. Куда ты лезешь? Ага, а тут уже войска Юрия. И достать не могу. Тогда сюда. Тут тоже надо быть аккуратным. Он, наверное, здесь повсюду. В структуре есть войска. Ни хрена себе он вынес. Нашли, да? Ничего себе он там развлекается. Добро пожаловать, товарищ генерал. Мне кажется, мы стоим на пороге великой дружбы. Доставьте меня в аэропорт. Это планычка с разрушителей. Мы, главное, воюем, воюем. Он развлекается. Используем наших разрушителей до создания непревзойденного оружия разрушения. Его, получается, нужно доставить до аэропорта, который находится сверху. Но там база Юрия. То есть ее сперва надо вынести, а уже потом только отправлять туда нашего премьера. Юрасики еще идут. Так, стоп, ты что, не достаешь, что ли? Отводим, отводим. Во! Тут еще наши хорвестеры немножко защитят его. Ну что, отправляем на базу. Надо его куда-нибудь в центр отправить. Там он будет в безопасности. Самое главное, его довезти. Его могут вполне себе по дороге вынести. Я уже, по-моему, как-то стихами заговорил. Довезти, вынести. Такая вот небольшая рифма. Значит, хорвестеры добывают. В принципе, только один бункер нужно починить. Где он? Ага. Издалека больше на повара какого-то похожа. Должны, должны. О, нам стал доступен железный занавес. Здорово. Юнит готов. Железный занавес, это хорошо. На него вообще, по-моему, не реагируют. Ну что, ребят, погнали, вынесем эту базу, которая сверху. Чтобы время не терять. Ща мы его там накроем таким количеством апокалипсисов. Можно, в принципе, даже не дожидаться постройки железного занавеса. Никакого особого сопротивления, я думаю, что здесь не встречу. У него тут немножко вышек. Техники вообще, по-моему, нет. А нет, вот одна машинка только сверху. Юнит готов. Сейчас мы так расчистим проход для того, чтобы наша орда танков заехала. Строительство завершено. Потихонечку так продвигаемся, продвигаемся. А, кстати, он в казармах может, наверное, Юрасика встроить. Нужно как можно быстрее их вынести. Давайте, давайте, долбите все. Они сносят просто все на раз. Ха-ха. Ну, конечно, такая толпа еще, тем более. Так, значит, вы долбите вот это, а вы долбите вот это. Железный занавес готов. Романов, кстати, успешно добрался до нашей базы. Я так понимаю, что если его убьют, то мы проиграем. Поэтому нужно не допустить, чтобы кто-нибудь до него добрался. Юрид готов. Отлично. У него здание просто тает от такого количества апокалипсисов. Было бы вообще классно, если бы кто-нибудь... Ох ты, нихера себе. Хотя там, с другой стороны, вышка. Она его убьет. Было бы классно, если бы какой-нибудь из апокалипсисов получил бы три звездочки. Но, к сожалению, нет. Вот и все. Ну что, ребят, продвигаемся ближе к центру. Короче, надо как-то захватить этот участок карты. Значит, на базе все спокойно пытается наломиться, все безуспешно. Надо заказать, наверное, побольше пехоты. Короче, у нас получается основные ударные войска, это танки. И под прикрытием пехоты будем продвигаться все глубже и глубже в сторону моста. Если мы сможем захватить здание перед мостом, будет вообще здорово. То есть, получается, он до нас вообще не доберется, до нашей базы. Ну что ж, попробуем. Нам сейчас главное пехоту провести к своим танкам. Аккуратно, не спеша. Богатые минералы даже не пригодились. Аккуратно продвигаемся. То есть, потихоньку, потихоньку так и будем захватывать. Соответственно, здесь здание. Железный занавес готов. Хорошо. Используем по возможности. Куда ты едешь-то? Ха-ха, едет он. Юрасик идет. Юрасик шел, и что-то ему резко поплохило. Я вот думаю, сносить эти казармы или нет. По идее, если мы их не тронем, тогда можно будет сразу, соответственно, здесь пехоту клепать и не везти с базы. Но мне кажется, будет тяжело их захватить на самом деле. Тут очень много противника. Так, а вы отправляйтесь вот сюда. Отчасть войск можно даже вот сюда в дальнее здание. На нашу базу совершено нападение. В структуре есть войска. А там Юрасик уже. В структуре есть войска. Нихрена себе он выносит. Потерян. Структура покинулась. Так, что бы с тобой сделать-то? Что можно с ним сделать? Можно, в принципе, активировать железный занавес, прокатиться, здесь все вынести. Вопрос в другом. Хватит мне этого железного занавеса или нет? Ну, давайте попробуем. Выберите цепь. Как-то криво я, короче, кинул его. Очень криво. Ну, ничего страшного. У нас деньги есть, так что если часть танков потеряем, потом придется восстанавливать, конечно. Хорош, хорош, шмаляет тут со всех орудий. На нашу базу совершено нападение. А можно было, не знаю, какие-нибудь ливийские машинки вот эти привезти, они бы здесь так бомбанули. Но они, скорее всего, оба издания тогда взорвали бы. А мне-то это не нужно. Мне нужно, чтобы вот этот город был под нашим контролем. Юрасик, ну-ка. А, тут еще один Юрасик. Тут еще не один Юрасик. Что-то их как-то много, по-моему. Так, ребят, успокойтесь. Да ни хрена себе они там с тремя звездочками все. Ох, чертяга, что творит? Юнит потерян. Мы, конечно, выбили его из этого здания. А что толку? Короче, надо отходить. Так, может быть, а здесь еще тоже есть войска. Да хорош-хорош долбить-то. Что бы с тобой сделать-то, а? Как бы тебя выбить? Давайте закажем еще танков. Закажем еще побольше пехоты. Короче, его, получается, надо выбить с этого здания, потом резко захватываем вот это здание и потом уже все ближе и ближе продвигаемся к мосту. Юнит готов. Комрад. Так, наверное, давайте сперва танки заберем. Все едьте сюда. Мне самое главное вот это здание не уничтожить. Хотя, с другой стороны, пофиг. мы тогда сразу прыгнем вот в это. Хотя он может этими пехотинцами сразу сам прыгнуть вот в это. Да, опасно, опасно это все. Так, давайте еще, ребят, инженеров закажем. Железный занавес готов. Готов, это хорошо. Отправляем сюда пехоту. Юнит готов. Сейчас мы так и будем потихонечку продвигаться нашими пехотинцами. давай еще одного. Во. Отправляем их тоже сюда. Здесь они более-менее в безопасности, потому что здесь куча наших войск. Попробовать что ли наломиться. Только надо железный занавес нормально кинуть, а не так, было в прошлый раз. Внимание, железный занавес активирован. Более-менее. Так, проезжаем аккуратно. Юнит готов. Ни хрена с тремя звездочками, а? уничтожить. выбиваем из этого здания. Юнит потерян. И железный занавес закончился. Еще это здание уничтожим. Так, ребят, срочно забрасываем сюда больше танков. Короче, это место надо сейчас как-то задефить. Юнит готов. Отправляйся на починку. Блин, там еще и расик где-то ходит. Структура покинута. Юнит повыше. Забираем пехоту. Если сейчас инженер дойдет, будет здорово. Ага, сейчас, блин. Давай сюда тогда. самое главное усадить туда пехоту. Черт, а там еще куча его пехоты в другом здании. Чертяга. Ох, блин, еще мне здание это уничтожил, которое мне нужно было. Что творит, а? Но в любом случае пехоту надо спасать. Сейчас мы их разбросаем по этим зданиям. Отлично. Это правда мало мне что дает. Мне надо захватить здание именно рядом с мостом. Сейчас наверное придется ждать когда откатится соответственно железный занавес. Тут он что долбит? А, понял. в структуре есть войска. А он не подъезжает, да? А этих сюда. В структуре есть войска. Юнит потерян. Что вообще происходит? Какая дичь, а? Железный занавес готов. Железный занавес готов. готов. Выберите цель. Выберите цель. Внимание, железный занавес активируем. Подъезжаем поближе. Черт, ну что ж ты здание-то сносишь? Ну ладно, придется наверное сейчас вообще полностью эти здания сносить. Другого варианта нет. Он получается пехота из одного здания в другое переходит из одного в другое. Так, закажем больше танков. Ну в принципе он мне там не мешает. Но проблема в том, что я хотел захватить соответственно проход. Так, чтобы это все контролировать. Блин, а? Отлично. Уводим, уводим. Ну что остается наверное дождаться железного занавеса и потом идти в атаку. Одного инженера бросаем сюда, хотя он всего один. Он так юрасиками будет проходить. Проблема в том, что он может танки перемутить. Вот это конечно очень опасно. Армагеддинс, это скоро будет украшение. или может зря я вообще взял апокалипсисы. Можно было какие-нибудь пошустрее танки построить, чтобы наломиться туда под железным занавесом. Давайте заюзаем вот сюда примерно. Посмотрим вообще, что там есть. Хотя я думаю самолет этот очень быстро собьет. Ну попробуем. Юрасик идет. Идет и ни во что не вникает. Капец там войск. Там получается башни мутилки, но там вообще в принципе понты. Главное проехать туда наверх и все. или может машинками взрывающими все это сделать. Ладно, короче, ребят, рискнем, поехали. Сейчас просто будем Юрасиков убивать по дороге, если они не будут встречаться. Ну конечно, часть танков мы потеряем, но это только лишь часть. Наша задача туда наверх подняться. Да знаем, что это пси-башня. Давай, долби. он станет он станет бездумным рабом Юрия. Единственный способ освободить это уничтожить башню или отрезать ее от энергии. Внимание, железный занавес активирован. Отлично. Казармы теперь, срочно. Юнит готов. Казармы упали, отлично, главное здание. Я правда не знаю, сможет ли он восстановить казармы. потерял. Вот, отлично. Ну все, в принципе, ребят, нам остается только лишь добить. У нас, правда, очень мало техники осталось. Хотя, почему мало? 4 апокалипсиса, я думаю, хватит. Слушайте, ну это было напряженно, конечно, так заходить на его базу. Я так понимаю, что больше у него производственных зданий нет. Юнит готов. Тут разве что вот завод еще по технике. Так, стоп, там башня мутилка. Сейчас сильно наламываться не нужно. Сейчас мы спокойны. Здесь сперва все зачистим. Башня мутилка может замутить до 3 юнитов. Соответственно, если у нас будет их побольше, то, соответственно, нам она не страшна. они очень плохо справляются с пехотой. Там, получается, в электростанциях очень много было. Но самое главное, что он новых не может строить юнитов. Не может строить юрасиков, соответственно. то есть те юниты, которые у него остались, это все, что есть у него. Кого потерян? Где? Кто? Чего? Там, по всей видимости, по низу проехал, где он в зданиях сидит. сейчас спокойно проезжаем, добиваем здание. Кстати, нам потом надо будет провести Романово до туда. Можно быстрее сделать, если построим машинку ПВО. Просто посадим его туда. Сейчас надо будет зафокусить башню-мутилку обязательно. Вот она. во, хорош. Еще и центр клонирования. Но теперь понятно, почему у него столько войск было. То есть получается он строит одного Юрасика, у него выходит два. Строит одного пехотинца, выходит два. И так далее. Отлично. Тут куча просто пехоты. Так, чувачок, ты где у нас? Давай сюда. Сейчас посмотрим. В принципе безопасно, но если поедем посюда, его убьют. Если поедем сильно по низу, его тоже убьют. Поэтому едем по центру. Отлично, товарищ генерал, система ПВО аэропорта нейтрализованы. Мы можем безопасно эвакуировать премьера Романова. Да, да. Добиваем последнюю вышку. Ну, вроде все, больше ничего у него не осталось. Сейчас самое главное машинку не потерять. Проезжаем по верху и сразу до сюда. Хотя на нее можно было бросить железный занавес и вообще просто на пофиг проехать. Давай, заползай. Боевое управление отключено. Задание выполнено. Ура! Прошел за 40 минут, а может было за 35. Ну, что ж, ребят, поздравляю с успешно пройденной миссией. Прощаюсь с вами до следующего видоса. Не забывайте, что ссылка с прохождением игры в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, вступайте в группу ВКонтакте. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока.